Итак, о чем мы поговорим в контексте наших нынешних тем. Мы поговорили до этого о том, какие бывают технологии наклонно-направленного бурения. Мы поговорили о том, что есть кустовое бурение, как одна из наиболее распространенных технологий. Правильно сказать, что это не технология наклонно-направленного бурения. Это, в принципе, технология сооружения скважин. Но кустовое бурение, оно само по себе не существует. Возможно, за редким исключением, без наклонно-направленного бурения. Это, по сути, как два неразрывно связанных элемента. Это раз. Второй момент. Мы поговорили о таких технологиях, как отдельных, как бурение скважин. С большими отходами от вертикали и бурение горизонтальной скважины. Правильнее сказать, мы проговорили о том, какие специфические особенности в том или ином случае мы наблюдаем. И мы в рамках этого, так скажем, обсуждения, в рамках рассмотрения вот этих особенностей того или иной технологии бурения, мы с вами встречались с интересными такими вещами, как я упоминал понятие ЭЦП и понятие вибраций. И вот сейчас мы дадим им определение, то есть, какие они бывают, что это такое, и как это связано с процессом наклонно-направленного бурения. И я постараюсь здесь акцентировать внимание на моментах, которые касаются тоже не только бурения в целом, но и аспекта геонавигации. Итак, рассмотрим вопрос эквивалентной циркуляционной плотности. Начнем с нее. Что это такое? Итак, эквивалентная циркуляционная плотность. То есть, тут у нас сразу несколько моментов в определении. Эквивалентная, то есть, чему-то соответствующее. Циркуляционная, то есть, циркуляция значит, что-то с динамикой связано. И плотность. Ну, плотность – это, по сути, удельный вес, да? То есть, сколько веса приходится на единицу объема. Вот это как бы три термина. Давайте разберемся. ЭЦП – это не что иное, как дополнительный удельный вес бурового раствора, который проявляется в процессе циркуляции. И вот, ну, для многих людей, когда ты слушаешь это определение, оно многих людей выбивает из клеи. Типа, что значит дополнительный удельный вес? Откуда он может взяться? Я бы пытаюсь это, так скажем, раскрыть этот вопрос. Смотрите, когда у нас идет процесс циркуляции, у нас буровой раствор получает сопротивление со стороны пространства, в рамках которого он перемещается. Ну, когда мы говорим про ЭЦП, нас интересует ЭЦП как иллюстрация забойного давления. То есть, по факту, мы знаем, что на забойное давление влияют потери давления только в кольцевом пространстве. То есть, это ЭЦП – это увеличение плотности нашего бурового раствора за счет потери давления в кольцевом пространстве. Но, опять же, наш мозг, он не всегда дает возможность понять, что значит потери давления и как они могут повлиять на плотность. То есть, потери давления – это потери давления, это следствие трения. А плотность – это плотность. То есть, потери давления – это условно паскали, а плотность, ну уж извините, это грамма на сантиметр в кубе. Как они могут быть связаны между собой? Я стараюсь всегда объяснить ЭЦП немножко по-другому. То есть, где-то мы начинаем с допущений. Ну, во-первых, представляем сначала скважину, заполненную просто буровым раствором. Говорим, вот смотрите, здравствуйте, вот она, скважина, вот она заполнена раствором. И этот буровой раствор, то есть, циркуляции нет, он создает гидростатику, определенную на забой. Гидростатика – это рожа H, правильно? Правильно. Надеюсь, с этим вы спорить не будете. То есть, плотность раствора умножить на глубину скважины умножить на ускорение свободного падения. Когда мы включим насосы, на забой будет давить давление больше. Это давление будет создаваться за счет потери давления в кольцевом пространстве. То есть, мы понимаем то, что когда мы даем циркуляцию, у нас на насосе, условно, на стояке, там, ну, сколько-то там, 200 атмосфер. 200 атмосфер не давят на забой. Давят на забой только те потери давления, которые у нас здесь в кольцевом пространстве создадутся. Все, что идет до долота, это на забой не давит, потому что сопротивление направлено в противоположную сторону. То есть, мы качаем вниз в сторону забоя, а сопротивление направлено вверх. И поэтому они не могут априори действовать на забой. Когда раствор вышел в кольцевое пространство и перемещается вверх, то здесь сопротивление начинает действовать вниз и прижимает как бы раствор к забою. И благодаря этому у нас создается дополнительное давление. То есть, тут тоже, я надеюсь, вы мне поверите. То есть, когда у нас есть циркуляция, давление на забой больше, чем когда ее нет. И теперь мы как бы говорим себе, чтобы нам понять, как вот это давление, как оно характеризуется, насколько циркуляция увеличивает давление на забой, чтобы мы понимали. Мы говорим, ребята, а давайте мы представим то, что циркуляции как будто бы нет. То есть, давление на забой создается при циркуляции, то есть, она вот как бы есть сейчас. Давление есть. Теперь мы забываем, что есть движение жидкости и говорим, что то давление, что создано сейчас на забое, в процессе циркуляции забоено, это просто гидростатика. То есть, предположим, то, что мы как бы такое допущение сделали, да? То есть, и вроде бы есть циркуляция, создается избыточное давление на забой. Поставить замерочку. И тут же мы говорим, сейчас мы на момент забыли то, что циркуляция есть. То есть, мы говорим, оп, мы считаем то, что у нас статическое состояние жидкости скважины, но давление, оно создает то же самое. А чтобы создавать то же самое давление на забой, что ей нужно? Глубина скважины, она не поменялась. Ускорение свободного не поменялось. Падение, значит, плотность жидкости вырастет. И другими словами, ЭЦП – это плотность той жидкости, которая бы создавала давление гидростатическое, равное забойному давлению при циркуляции. Но вот приблизительно так. Что влияет на ЭЦП? Поскольку ЭЦП зависит от потери давления, то влияет много факторов. Это геометрические параметры. Длина ствола, соотношение диаметров кольцевого пространства, протяженность компоновки, чего там еще. В принципе, да, наверное, все основные. Если мы говорим в целом на гидродинамические потери в процессе бурения, там действует и диаметр внутренней труб и так далее. То есть там все потери давления учитываются во всей системе. Здесь мы акцентируем внимание только на затрубе. Дальше. Что еще влияет? Влияет на потери давления в кольцовом пространстве. Свойства раствора, такие как вязкость, плотность и скорость их прокачки. Тоже влияние оказывает. Ну и, конечно же, какие-то перемещения непосредственно бурильной колонны. То есть вращение, возвратно-поступательное движение и так далее. Ну плюс немаловажный фактор. Нужно учесть, что влияет еще и скорость бурения. И вот тут возникает вопрос. А как скорость бурения может повлиять на потери давления? А тут все достаточно просто. Как она повлияет? Концентрация шлама в кольцовом пространстве. То есть при достаточно высокой скорости бурения концентрация шлама в кольцовом пространстве растет. Значит априори растет плотность раствора. Значит и сопротивления растут. Ну и сама плотность выросла. Значит давление растет. ЭЦП будет априори расти. при возрастании мехскоруси и, в частности, при плохой очистке брового раствора. Собственно, пометуя о том, что многие наклоны направленных скважин имеют проблемы с очисткой ствола от шлама, мы можем сказать, что в горизонтальных наклонах направленных скважин ЭЦП зачастую выше при прочих равных условиях, чем в вертикальных. Чем плохая высокая эквивалентная циркульционная плотность? Она плоха тем, что, во-первых, меняют свойства раствора, и растет его плотность, растет его вязкость, в том числе, за счет высокой концентрации шлама. При возникновении, при введении спуска подъемных операций либо расхаживании в процессе бурения, мы повышаем риски гидроударов на горные породы и эффекты сфабирования. То есть тоже немаловажный фактор. При определенном стечении обстоятельств, когда очень высокая ЭЦП, когда большая концентрация шлама в кольцовом пространстве, мы можем получить проблему, такую как закупорка кольцового пространства, ну и, в принципе, загрязнение при забойной зоне, то есть повышенный скин-эффект. Ну, плюс не стоит забывать еще такой момент, что скорость проходки со временем при высокой ЭЦП снижается. Почему это происходит? Одно из соображений, которое здесь вот бытует, то, что, ну, здесь, во-первых, говорят, почему снижается скорость? Переизмельчение, да, в принципе, есть. Эффект переизмельчения шлама. Да, есть. Но почему это происходит? В основном говорят, ну, типа, шлам плохо удаляется, он переизмельчается. Этот эффект есть. Но как это связано еще с ЭЦП? Когда высокая ЭЦП, у нас на забой начинает действовать угнетающее давление. Что это за давление? Это как раз-таки, по сути, разница между пластовым давлением и забойным. То есть вот эта репрессия, это в некоторой степени есть угнетающее давление, которое прижимает частички шлама, только что разрушенные горнопороды, к забою. За счет, ну, в частности, вот этого прироста ЭЦП у нас сильнее прижимается шлама к забою и сильнее переизмельчается. Как можно контролировать ЭЦП в процессе бурения? Ну, во-первых, мы должны его сравнивать всегда с эталонным ЭЦП. Эталонный ЭЦП – это чистая скважина, да, то есть полностью удаленным шламом. То есть мы понимаем, у нас есть гидравлический расчет промывки. Мы всегда его производим, этот расчет, перед введением бурения, при проектировании бурения. И, следовательно, проверили его. Мы его обычно считаем, ну, так скажем, условно чистая, там берется с небольшой концентрацией шлама. Все равно мы понимаем, что невозможно полностью очищать скважину, все равно эта концентрация будет шлама в растворе. И вот расчет этот проводим, и потом его сравниваем в процессе бурения как эталонный и с тем, что есть. И оцениваем, ну, насколько у нас соответствует или не соответствует значение. Во-вторых, это, в принципе, чтобы узнать значение того же ЭЦП, можно использовать датчик PWD, то есть Pressure-Wild Drilling, как иллюстрацию давления на забои. Ну, и через давление рассчитывать ЭЦП. Дальше. Можно в некоторой степени отсматривать через диаграмму на стейке, изменение диаграммы давления на стейке. Но тут проблема в том, что здесь мы еще и видим всю колонну. Если есть колонны какие-то, допустим, промывы, либо закупорки небольшие, ну, то есть, как бы именно технические проблемы с самой бурильной колонной, то мы это тоже будем видеть, и это будет нас, возможно, в чем-то сбивать. Ну, хотя, если мы рассматриваем ЭЦП как линию тренда, то есть, просто отслеживаем далее, если мы видим равномерный рост даже с импульсами, то есть, какими-то, ну, скачками, но в целом наблюдается рост, это говорит о том, что при любом раскладе ЭЦП растет. Ну, и как вопрос контроля, это, конечно же, качественная очистка стула скважины. То есть, ну, это не вопрос именно контроля слежения ЭЦП, а именно контроля, чтобы она соответствовала каким-то заданным рамкам. Ну, в чем здесь, собственно, подвох? Из всего, что здесь было сказано, здесь нигде нельзя, так скажем, быть, сейчас сформулировать надо правильно. Нигде мы не можем сказать, что у нас очень высокая точность наших расчетов либо оценок. Потому что, когда мы сверяемся с эталонной чистой скважиной, ну, там, извините, мы расчет ведем относительно, допустим, открытого стула скважины, гидравлической программы промывки, и расчет проводится при заданном коэффициенте ковернозности. Но где гарантии, что у вас именно такие там, как по расчетам, такие соотношения диаметра? Где гарантии, что, допустим, стенки скважины не более интенсивны либо не менее интенсивны разрушаются относительно вашего расчета? Здесь, может, ну, это может быть незначительная погрешность, но да ладно, мы сейчас именно критикуем. Дальше. Когда мы говорим про датчик Fresh Wild Drilling, у него есть одна интересная особенность. Он видит только тот шлам, который взвешен в буровом растворе. Все, что лежит на стенке скважины мертвым грузом, он не видит. Поэтому по тому же датчику Fresh Wild Drilling сложно оценить реальную концентрацию шлама в скважине и какие последствия это может нам нести. Ну, собственно, по ЭЦП контролировать по давлению стейки я уже говорил, с чем мы можем сталкиваться, с какими проблемами. Ну, и еще один момент, который не стоит забывать, что нужно четко понимать, как влияют те или иные манипуляции на величины ЭЦП. Ну, допустим, проработка ствола скважины, она приведет к увеличению ЭЦП. Закачка там вязкой пачки либо утяжеленной пачки приведет к увеличению ЭЦП. И вот это нужно, чтобы инженеры это все отсматривали и контролировали. То есть, если нет представления тех факторов, которые влияют на ЭЦП, то, значит, собственно, у вас, ну, возможно, есть некорректное представление о процессе бурения. Ну, и в частности, к примеру, если инженер бьет тревогу от того, что у него растет ЭЦП с увеличением глубины бурения, ну, тоже не совсем логично, да, потому что чем больше глубина бурения, чем больше протяженность ствола скважины, тем, собственно, будет больше потери давления. Тоже один из факторов, который нужно учитывать, что ЭЦП тоже будет меняться со временем. Что еще сильно влияет на ЭЦП? Это, собственно, соотношение кольцевого пространства. То есть, здесь логика таковая, но это не стоит забывать, что чем меньше соотношение кольцевого пространства, ну, то есть, чем меньше зазор между бурильной трубой, допустим, и стенкой скважины, тем лучше будет очистка ствола скважины, ну, потому что скорость будет за трубе выше, скорость потока, но при этом ЭЦП тоже будет значительно выше, потому что у нас будут высокие гидросопротивления. С другой стороны, чем больше этот зазор, тем меньше вероятность там, ну, какого-то поглощения гидроразрыва, гидроудара, то есть, поскольку ЭЦП меньше, но при этом очистка ствола скважины будет вестись не так эффективно. Если оценивать, ну, вообще, в общем виде, что может влиять на ЭЦП, то вот мы можем посмотреть, да, такая интересная табличка, это не я ее придумал, я ее, конечно же, нагло утащил и спер, и вот посмотрите, да, цветами обозначен вклад в величину ЭЦП для различных условий паурения. Смотрите, вот здесь интересно просто, 215-я долота, 215-9, то есть 216-я, с разным типоразмером баурильных труб, 140-127-114. И вы можете заметить то, что, какой первый фактор? Во-первых, то, что очень сильно влияет, опять, диаметр, да, при одном и том же диаметре долота, чем больше диаметр труб, тем сильнее, тем более чувствительное ЭЦП к любому внешнему возмущающему воздействию. То есть вы можете заметить. Ну и, собственно, можете оценить, опять же, те показатели, которые играют наибольшую роль в том или ином случае. Ну вот, к примеру, если мы рассмотрим эту верхнюю строку из выделенных, у нас, получается, наибольшее значение играет соотношение диаметров подачи раствора, то есть расход вращения и его реология. И самое интересное, что в этих условиях обычно скорость бурения особую роль не несет. Ну и здесь это условно потому, что породы уже достаточно прочные и крепкие, поэтому там сверху так много-то и сверху разогнать скорость нельзя. Но при этом вот фактор скорости проходки, он играет большую роль, допустим, при больших диаметрах и при бурении верхних интервалов. Зато другие факторы особой разницы не играют, потому что при Далайке в 445 мм вы особо такую трубу на 400 мм не возьмете. У вас все равно она будет плюс-минус стандартная. Ну и сразу еще одна темка – это вибрации к НБК в процессе бурения. То есть тоже очень важно и интересно. И я думаю, что полезно с точки зрения понятильного аппарата, как это происходит. Так, что такое вибрация? Здесь у нас схема, да? То есть вибрация – это некий процесс, который забирает у нас энергию. То есть энергия на входе подводится, ну, к тому же, допустим, долоту. Часть этой энергии идет через долоту на разрушение горной породы, часть идет на создание и гашение вибраций. И по-разному, в зависимости от того, какие условия вибрации мы создали, эти показатели по увеличенной вибрации, они могут достигать достаточно высокое значение. Сама по себе вибрация с точки зрения физики – это не что иное, как механическое колебание либо дрожание тела. То есть основными характеристиками вибрации являются частота, скорость и амплитуда. К чему приводят вибрации? Ну, во-первых, вибрация может привести к повреждению вооружения породы разрушающего инструмента. Может. Вполне. Ну, и причем особенно этого боятся вооружения с высокой, так скажем, прочностью. Да, там, допустим, алмазное вооружение, вооружение, которое сплавное и так далее. То есть они имеют высокую прочность, высокую твердость, но достаточно хрупки. Второй момент – это погрешности приборов контроля траектории скважины. То есть датчики, инклинометры и так далее из-за вибраций могут не совсем корректно определять пространственное положение инструмента. Особенно это касается, допустим, таких датчиков, которые на базе акселерометра. То есть они характеризуются очень высокой точностью, но при этом и боятся вибраций. Разрушение брильной колонны и элементов КНБК. Ну, здесь в данном случае это именно усталостное разрушение. Отвороты КНБК, то есть, ну, так скажем, реактивный момент и воздействие он на резьбовые соединения, которые могут привести к отвороту. В принципе, снижение КПД процесса бурения, ну, а также ухудшение ствола скважины и ухудшение качества замеров, ну, в частности, LWG. В каких единицах измеряется нагрузка при вибрации в бурении? Нами принято измерение, то есть традиционно в G мы измеряем. То есть даже когда вы виброситы смотрите, параметры, там пишут, на вибросите там на нашем создается нагрузка там 95G. То есть это просто, значит, 95 умножить на 981, то есть это такое, грубо говоря, ускорение свободного падения. С таким, точнее, ускорением происходит перемещение возвратно-поступательное, ну, такого-то объекта, вибрация, да. То есть, ну, вот здесь как раз-таки показаны значения, да, то есть такие среднестатистические для сравнения, какие вибрации, какие перегрузки создаются в тех или иных условиях. Какие вибрации возникают при бурении? Есть понятие осевой, торсионной и боковой. Мы их сейчас все рассмотрим. Итак, начнем с осевой. Это возвратно-поступательное движение либо подскакивание. Ну, во-первых, осевая вибрация характерна для вертикальных и наклонно-правильных скважин, то есть для горизонтальной скважины особо характерна, вот, потому что условия в сильно искривленном и скважинах, у нас создается эффект естественного демпфирования. То есть за счет того, что инструмент разгружается на стенки скважины и, собственно, часть вибраций гасится в них. То есть там скачков, как-то таких, по забою нет. Ну, и тем более, вы сами знаете, мы об этом говорили, то, что сильно искривленный скважин не особо-то вдруг и передается нагрузка на забой. То есть там иногда это и есть проблема даже. Может быть, мы бы и рады тому, что у нас бы шло это самое, как говорится, скакание, да, и эффективная передача нагрузки на забой. Другой эффект – это механическое повреждение породоразрушающего инструмента и негативное воздействие на резьбы. Тоже надо понимать, что в процессе вот таких вибраций при возвратно-поступательных движениях у нас создаются ударные нагрузки как на вооружение, так и они передаются импульсно по всей колонии. И вот из боевых соединений, как в концентраторах напряжений, они могут достигать достаточно высоких значений и приводить к негативному воздействию, к разрушению резьбы. Боковые вибрации, то есть боковые вибрации, либо биение из стороны в сторону. Во-первых, особенностью боковой вибрации является то, что у нас у него сложная динамика. Если так оценить, то это просто хаотичное перемещение до лота по забою. Возможно, есть там какая-то логика. Возможно, эта логика не всегда легко описываема, но в целом мы для себя говорим, что динамика сложная. Это раз. В основном принцип такой, что есть ось вращения инструмента, то есть до лота вращается вокруг своей оси, но при этом еще и весь инструмент вращается, как будто бы вокруг оси скважины. Нельзя сказать, что он вращается равномерно. Ну, нужно понимать, что чем больше частоты вращения вы дадите, то есть о чем мы говорили, тем будет более равномерным это перемещение, и тем, собственно, будет более ровным ствол. Но у нас не всегда есть возможность именно создавать такие, так скажем, частоты вращения. Важно понимать то, что вот эта боковая вибрация, она приводит к двум эффектам. То есть, ну, во-первых, инструмент, он ведет себя как синусоида, да, то есть он из стороны в сторону, если так сбоку посмотреть, он как бы как змея извивается. Это раз. Вот это приводит к усталостному разрушению самого инструмента. Ну и второй момент – это спирализация скважины. То есть у нас создается определенный эффект, так скажем, что сама скважина начинает в результате вот этой динамики инструмента принимать вид синусоида и спирали. То есть неровный ствол получается. Катализаторами вот этих вибраций являются как тип долота, то есть чем более агрессивная долота, мало лопастей, большое вооружение. Допустим, сильный износ боковой поверхности долота. То есть, ну, когда у нас идет съедание долота, и его начинают кидать из стороны в сторону. Состав КНБК, то есть КНБК с низкой жесткостью, например, асимметричные какие-то элементы, асимметричный износ элементов и так далее. Ну и плюс большие нагрузки и частоты вращения. То есть по совокупности они вот приводят к увеличению вот этих самых боковых вибраций. Я упомянул про усталостное разрушение, и нужно дать характеристику, что это такое, чтобы у нас была как бы эта тема закрыта в понятийном аспекте. Итак, усталостное разрушение. Оно возникает, это одна из основных причин обрывов инструментов, в частности, наклонно-направленных скважинных, и возникает оно в результате миграции дефектов. Почему так происходит? Ну, во-первых, смотрим на нашу кристаллическую решетку. Вот она, допустим, здесь так показана. Где-то я вытащил такой рисуночек. То есть предположим, что у нас есть какой-то кусочек железа. Если бы он был идеальным, и он был бы полноценным, то есть все атомы были бы, то это был, наверное, самый дорогой кусочек железа. Потому что в реальных условиях любой металл имеет дефекты. Собственно, что такое дефект? Дефект – это выбитый пиксель. То есть смотрите на телевизор, видите, там какая-то черненькая точка, выбитый пиксель. Это не что иное, как дефект. И в зависимости от металла, от качества металла, в нем может быть либо много, либо мало этих дефектов. Ну, собственно, когда мы говорим про упрощение металлов, когда, допустим, говорим про насыщение металла углеводородом, углеродистой стали, чего мы делаем? Мы вот в эти вот точечки как раз-таки засовываем углерод. Ну, собственно, допустим, у нас нету никаких углеродов, есть свободные вот эти зоны. Когда мы начинаем действовать динамически на какое-то сечение инструмента, там идет разогрев. Ну, то есть возвратно поступать на согнули-разогнули, согнули-разогнули. В каком-то сечении начинается вот здесь движение, идет разогрев, греется, 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 и в какой-то момент, ну, в процессе вот этих усиления амплитуды у нас дефект просто перескакивает в другую ячейку, то есть меняется с другим атомом. То есть атом уходит назад, а дефект уходит вперед. И вот так вот происходит во всем теле инструмента, ну, то есть который подвергается, скажем, вибрационной нагрузке. То есть под вибрационной нагрузкой у нас начинают дефекты перескакивать из свободных ячейков в занятые, то есть меняться. Перемещаются, перемещаются, перемещаются. Ну, другими словами, это знаете как? Очередь стоит там в магазине лента, там 50 человек, один человек там без пяти, девять, там бежит человек там с бутылкой виски и говорит так, ребята, ребята, мне там нужно пробить, пропустите меня, пожалуйста, мне одну бутылку. И вот он как этот самый дефект, он начинает раскачивать толпу, да, то есть там он подходит к 49-му человеку, говорит, ой, пропустите меня, пожалуйста, мне только одну бутылочку. И вот так вот идет, вот его пропускают, 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 вот он как дефект мигрирует. Вот приблизительно, вот здесь такая аналогия. То есть и у нас получается, что в том сечении, где наиболее, наиболее активная динамика идет, туда начинают стекаться вот эти самые дефекты. То есть они стекаются постепенно и в какой-то момент, когда их накапливается много, когда, допустим, в одной зоне у нас получится, что из вот условно, сколько здесь, из шести кругляшков пять дефектов, это о чем будет говорить, что это возникает трещинка. А если возникла трещина, то она начинает развиваться, ну и, собственно, происходит разрушение металла. Теперь, что касается другого термина, спирализация скважины. Спирализация, она возникает вследствие чего? У нас, мы ведем вращение, допустим, у нас есть какой-то уступ в стволе скважины, грубо говоря, где-то вот здесь. У нас за этот уступ компоновка цепляется калибраторами. Зацепляется. У нас долото перестает взаимодействовать с забоем, потому что у нас подвисает калибратор, осевая нагрузка на долото снижается. Значит, раз снижается осевая нагрузка, значит, реактивный момент снижается, значит, долото начинает более быстро вращаться. Начинает более быстро вращаться, и под собой, поскольку оно контактирует со стенкой скважины, оно начинает подрабатывать стенку скважины. То есть, оно подкапывает под собой, не соприкасаясь с забоем. Следующий момент, условно, нам удается протолкнуть инструмент, инструмент проскакивает и снова взаимодействует с забоем. Но уже у нас наработанная ложбинка, когда у нас снова цепляется калибратор. И вот так вот постоянно один с другим у нас формируются один с другим бугорчики на стенке скважины. И по факту это приведет в дальнейшем что такое спирализация, что в ней плохого. А плохо в ней то, что она нам будет создавать проблемы при создании так называемых крутильных вибраций, крутильных колебаний. Но об этом мы как раз таки и поговорим. Итак, торсионные либо вращательные вибрации, вращение рывками, то есть они как раз таки провоцируются в некоторой степени благодаря спирализации скважины. Итак, торсионные вибрации. Ну, во-первых, это вращение рывками, да, то есть у нас идет зацеп за какой-то уступ, да, например, на стенке скважины, закручивание инструмента, мы-то инструмент вращаем, особенно если мы с поверхности вращаем, у нас словно инструмент подклинился в одной точке, а мы его продолжаем вращать. И у нас в какой-то момент инструмент проскакивает вот этот уступ, поскольку это не прихват, а именно кратковременное подвисание, но в тот момент, когда уступ проскакивает, запасенная энергия в инструменте за счет вращения, она начинает очень быстро раскручиваться, то есть у нас инструмент очень динамично начинает вращаться, что приводит, собственно, к биениям и к дополнительным колебаниям. К чему это может привести? Во-первых, такое возрастание частоты вращения может идти от, условно, вы вращаете инструмент с частотой вращения 90 оборотов, но вследствие торсионных вибраций у вас частота вращения кратковременно могут достигать 300-400-500 оборотов. Это может привести, с одной стороны, к разрушению скважинных приборов, это одна сторона негативная, с другой стороны, это может привести к отвороту замковых соединений, то есть получение реактивного момента. Ну и сам по себе крутящий момент неэффективно передается на замбой, и, конечно, управляемость процессом обурения снижается. Каковы факторы увеличения вибраций? Ну, это ствол скважины, то есть как его, в принципе, состояние, желоба, степень очистки и прочее, каверны и так далее, и агрессивность горных пород, то есть особенно их перемежаемость по твердости и так далее. Далее дополнительными катализаторами будут высокомоментные двигатели, калибраторы с прямыми лопастями, потому что они как раз-таки реактивный момент неплохо набирают, ну и в частности калибраторы, которые не соответствуют, то есть меньше по диаметру, чем размер инструмента. Отдельной категорией являются проблемы, связанные с коэффициентами трения, то есть высокие коэффициенты трения. При малых зенитных углах мы можем получать достаточно интенсивные вибрации, то есть это как частный катализатор. Ну и маятниковые компоновки незабурильных колонн, это по большей части именно к биениям, то есть боковым вибрациям относятся. Ну и еще один фактор, это, конечно же, долото, то есть его техническое состояние, его агрессивность, то есть чем более агрессивная долото, тем, собственно, и вибрации выше. Здесь мы можем как охарактеризовать, что это состояние ствола скважины, это компоновка ее параметры, ну и, собственно, положение ствола скважины, да, то есть от, грубо говоря, того вертикального ствола наклон направлен либо набор угла зависит, собственно, какая вибрация у вас будет превалировать. Как мы можем узнать о вибрациях в процессе бурения? В процессе бурения на небольших глубинах это верхний привод будет вибрировать, хаотичные показания параметров, там массивая нагрузка на крюке, частота вращения и так далее, вот, плюс вибрации будут приводить к снижению скорости бурения, скорости проходки, это факт, вот, и, конечно же, будет наблюдаться прибыльный сигнал телеметрии, ну, не, конечно же, а как один из факторов, который можно наблюдать. Ну, и, в частности, акселерометры, если у вас какие-то датчики на базе акселерометров есть, то они будут показывать в отношении других измерений не совсем качественные измерения, а можно использовать, в принципе, вибродатчики на базе акселерометров, которые будут регистрировать вибрации в разных управлениях перпендикулярных и, собственно, давать информацию о том, какая у нас все-таки вибрация превалирующая. После излечения инструмента мы можем понять, что были достаточно интенсивные вибрации по техническому состоянию голота и его выражения и подшипников забойных двигателей, ну, а также каких-то датчиков телеметрии, которые вышли из строя. Ну, и, собственно, как снизить вибрацию? Вариантов здесь несколько. Ну, во-первых, это контроль компоновки, то есть увеличение жесткости компоновки, использование демпфирующих переводников, использование неагрессивного оборудования, то есть долоты неагрессивные, калибраторы со спиральными лопастями и так далее. Дополнительно можно что использовать? Такие технические средства, как для контроля момента, чтобы была плавность крутящего момента. То есть специально это когда роторным бурением, когда ведется бурение с системой верхнего привода, ставится вот этот датчик контроля момента, и он позволяет, собственно, определять, как меняется момент, какой, получается, пружинный мы получаем, какой реактивный момент, и, собственно, подстраиваться под это, чтобы минимизировать вибрацию. Ну, и все-таки одним из факторов, ну, наиболее логичных является, это, конечно же, контроль за КПД бурение. То есть, если вы понимаете, что с изменением каких-то параметров режима бурения у вас механическая скорость снизилась, то есть подводите энергии больше, а, например, мех скорость снизилась, ну, это говорит о том, что у вас съедается все вибрация. Здесь нужно именно подбирать под свои условия бурения, скажем, оптимальный режим. И это обычно делается, ну, как контролируется в данном случае, мы называем отдельная механическая энергия, ну, считается, как подведенная энергия, делим на разрушенный объем породы, то есть оцениваем это соотношение и стремимся, чтобы оно росло. Вот. А, то есть, извиняюсь, чтобы оно не росло, чтобы стремилось к единице. То есть, грубо говоря, подвели один киловатт энергии и разрушили, соответственно, одну единицу объема породы. То есть, если в следующий раз порода будет меньше, ну, значит, у вас механическая удельная энергия, затрачиваемая на разрушение одного вот этого объема породы, будет, собственно, больше. Ну и как один из факторов, то есть, каким образом можно контроль вести через drill-off-test, то есть, как один из вариантов, который самый актуальный. То есть, drill-off-test, напомню, это методика подбора режима бурения, то есть, об этом мы с вами говорили ранее.